Вопрос, который занял больше часа и ни к чему не привел. Реализация федерального закона о подходах производства и потребления в регионе стала главной повесткой заседания правительства. По оценкам экспертов, осталось чуть больше года до того момента, как мусорный полигон в Барнауле окончательно захлебнется отходами. Но в крае по-прежнему нет ясности, что же будет дальше. Тем более, уже сегодня сам факт расположения полигона на территории города противоречит всем нормам. Президентом Российской Федерации определена задача по созданию устойчивой системы обращения стыков к 2030 году. Для ее совместного выполнения на территории края необходимо обеспечить сортировку отходов в объеме 100%. Сегодня в Барнуйской зоне раздельный сбор бумаги, пластика и металла осуществляется только юридическими лицами. Для создания устойчивой системы обращения ствердыми коммунальными отходами необходима организация работы по строительству нового полигона с комплексом по сортировке. Как все это будет реализовано, пока непонятно. Доклады министров профильных ведомств, Минстроя и Минприроды не удовлетворили губернатора. Виктор Томенко не услышал конкретных предложений по созданию полигона, сортировке отходов, в том числе строительных и производственных. А ведь федеральный закон накладывает определенные обязательства, которые региону придется выполнять. Что будет делаться с тем, что отсортировано, что с ним должно делаться? Он в пластик должен превращаться, он выжигаться должен, в воздух вылетать, еще что-то должно делать. Ну, как бы хотелось бы это понять. Кто это будет делать? Что мы сделаем к 2023 году, к 2025 году, к 2030 году? А мы же пока с вами говорим. Там что-то должно быть, а как это будет, мы пока не знаем. В бюджете денег не предусмотрели, значит, муниципалитеты в части той работы, которую они должны делать, отказываются ее выполнять. Сырые доклады губернатор отправил на доработку. Вопрос будет поднят еще раз на следующем заседании. А сегодня в правительстве обсудили еще одну тему – ближайшая сессия КЗС. На ней планируется рассмотреть 6 проектов законов и 13 проектов постановлений. Также депутаты обсудят план работы на первое полугодие 2022 года. Добавим, последняя в этом году сессия Алтайского Заксобрания состоится 16 декабря. Ирина Корчагина. День с толком.